Здравствуйте, уважаемые друзья! В одном из фильмов я вязал вот такую сухую мушку с использованием отвода крыла, от цевья, то есть вязал на иголочке. Я хочу предложить вам несколько другой вариант, легкий и практически непотопляемый. У меня возникла такая ситуация на одной из рыбалок, поэтому пришлось потом это воплощать в жизнь уже дома. Поэтому я вам сейчас продемонстрирую. Для этого мне понадобится иголка и вот такой материал, как пенопропилен, волокно. Если у вас по каким-либо причинам этого материала нет, я уже говорил, можно взять обрезочки пенки, которые у вас имеются в наличии, вот разные вот такие, и на основе этой пеночки связать мушку. Нить я беру достаточно тонкую, но крепкую. И вот так буквально кисточку придерживаю руками и нить, и пенопропилен свой начинаю формировать здесь вот такую кисточку. В одном месте стараемся удерживать материал, чтобы он не проворачивался. Промотали. Для формирования нашей опушечки мне понадобится перо CDC. Вот здесь, к сожалению, ничем мы не заменим, кроме как можно использовать перо для сухих мушек, тогда можно будет немножечко с вами улучшить плавучесть. Ну, я считаю, что вот такое количество пенопропилена будет достаточно, поэтому мы будем с вами сейчас формировать. Еще добавим немножечко клея, и будем с вами формировать уже опушку из перо CDC. Совсем-совсем-совсем немножечко, так как пенопропилен сам по себе скользкий материал, желательно место крепления промазать. И теперь, для того, чтобы мне защипить перо, я воспользовался услугами вот такого приспособления. Если у вас нет, а она у вас, будем говорить так, и нет большой необходимости иметь вот такую вещь. Я обычно брал небольшой брусок пенополистирола, вот приблизительно вот такого. Делал разрез не до конца и использовал его в качестве нашего магического инструмента. Берем теперь прищепочку, какую хотите, хотите, такую хотите с набора. И теперь я захватываю все перья. Вот у меня вышла такая кисточка. Обрезаем остатки, не выбрасываем. Подравниваем. Подравняли возле ости. И теперь мы с вами сформируем методом расщепления даббинговую петлю. И теперь я вставляю вот свою вот такую обрезанную наборочку. Место, где буду делать опушку. Теперь я могу, положив на палец, подравнять величину оставшихся перьев. Их немножечко расхредоточить. И теперь просто-напросто я кручу бобинодержатель, скручиваю наши перья. Вот мы сформировали вот такой ёршик. И направляя бородки в сторону, начинаю выполнять обмотку. Вот этого теперь перышка CDC с нашей опушечкой будет вполне достаточно для того, чтобы моя мушка имела хорошую плавучесть. Вот так завершили. Можно взять немножечко причесать. Вот. Будет вполне достаточно. Делаем здесь завершающий узел. И переходим к другой конструкции. Если необходимо, можете слегка пообщипывать их. Но величины наших перьев будет вполне достаточно для плавучести. Убрали. Я взял крючок из серии Тимка 200Р, 16 номер. И теперь промажу всё цевьё в месте крепления нашей опушечки. Крепим нить. И пока гелевый клей наш не начал действовать, крепим нашу кисточку. Вот так. И теперь в месте крепления я довольно-таки крепкими, плотными витками, но в одном месте стараюсь закрепить свою конструкцию. И теперь нам необходимо оставить, здесь сделать завершающий узел. Так как мы сам пенопропилен будем использовать в качестве тела, которое будем сегментировать. Сделали здесь завершающий узел, обрезали нашу нить. И возьмём теперь красную нить. Как раз вымеряем, где у нас будет заканчиваться наше тело. И вот так, огибая материалом крючок, крепим здесь нашу нить в одной точке. Промажем клеем и дадим схватиться. Остатки отрезаем. Для сегментации тела я буду использовать остатки красной резины силиконовой, которая вот у меня осталась. Вы можете сами для себя выбрать, допустим, какой будет цвет, хорошо иметь контраст. И в точке, где мы с вами закрепили красную нить, берём и подхватываем в одном месте. И начинаем подтягивать так, чтобы остаток нашего хвостика был минимален. Подхватили. Теперь мы можем спокойно с вами отрезать остатки полипропиленового волокна. И уже окончательно здесь закрепить материал. Если совсем-совсем щепоточка выглядывает, это даже очень хорошо. Прихватили. Делаем завершающий узел. И в этой точке нашу нить уже убираем. Вот так. Закончили, убрали. И теперь, для того, чтобы более качественно выглядело моё тело, я там, где крепилась моя красная нить, я в натяжечку проматываю всё место крепления, оставляю вот такой вот красный наш хвостик. И дальше начинаю в натяжечку сегментировать всё тело. Дошли до места крепления наших перьев в CDC. И закрепим опять нашу нить. Хорошо прихватили, промотали наш силикон, остаточки отрезали. И у нас вышло вот такое тело с красным хвостиком и сегментированным телом. Остаточки силикона надо удалить, которые выглядывают. Для того, чтобы моя мушка уже была завершённой, я, как всегда, беру остатки пера павлина, две, три, четыре бородочки, сколько у вас выйдет. Укладываю на месте формирования грудки. Прихватили. Увели нашу нить немножко назад. И теперь в этом месте создадим красивую пышненькую грудку. Вот так. Остатки пера я закрепляю очень хорошо. Отрезаем. Промазываю нить немножко клеем и делаю завершающий узел. Но перед тем, как сделать окончательно завершающий узел, я совсем-совсем немножечко нанесу там, где наш была жопка с силикончиком. Вот так. Вот так. Если по каким-либо причинам у вас неровная выходит опушечка, вот так я все перышки вперед и беру вот так вот общипываю. Теперь все. Моя мушка вот в таком варианте, как вы видите, готова к рыбалке. Скажу сразу, проверена практически непотопляемая. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...